Протокол сотрудники ДПС. ДПС по этой статье не составляют. По части 1 статьи 19. То есть сотрудники ДПС не имеют права в свои протоколы бездельного правонарушения? Не составляют. Положив вам руку на плечо. Давайте начнем. Начальник гражданицы института, Майор Брюс Климс Владимирович. Вечерлав Брюс Климс Владимирович. Вечерлав Брюс Климс Владимирович. Должность какого времени вы работаете? С 3 декабря 2017 года. Вечерлав Брюс Климс Владимирович. В прошлом качестве и денег предупреждаем всем ответственности за задачу даем положим показания свидетелям. Стодия 17.9. Подписочка, пожалуйста, распишите. Подписка, да? Подписали, да? Да. Вечерлав Брюс Климс Владимирович. Вечерлав Брюс Климс Владимирович, скажите, пожалуйста, о событиях, произошедших 4 июля 2019 года с участием гражданина Меньшакова в помещении отдела ДИБДД по улице Пугачева, 1 А, город ОСА. Слушаем вас. 4 числа гражданина Меньшакова был вызван в качестве свидетеля по обращению, которое поступило ДИБДД. Он был приглашен сотрудниками ДИБДД по телефону. Ябился вечером что-нибудь так, полпятого, наверное, было, скорее всего. Придел по 4. Сотрудница, которая вызывала его, Сергеева, предложила ему пройти в фойе для дачи объяснений по тому вопросу, который он вам вызвал. Однако, гражданин Меньшаков зашел в кабинет административной практики за Сергеевой и начал предзавить видеосъемку на свой телефон. На неоднократные требования с Сергеевой Меньшаков не реагировал продолжал видеосъемку, хотя находился в служебном помещении где находилась документация с ограниченным режимом. В том числе персональные данные, сексуальные документы. Затем он вышел Критизируйте, пожалуйста, кто требования высказывал. Вот это сотрудника, сотрудница она высказывала требования. Сотрудница, да, встречала в видеосъемку. Затем он вышел из кабинета. Она ему предложила подождать в фойе, после чего он по какой-то причине зашел в кабинет Дорожной патрульной службы, где находился я, командир взвода, также инспектор... Вы фамилия, если можно, вы называетесь? Так, я ЦУК находился командир взвода, находился инспектор Дорожного надзора Бушмакин и инспектор пропаганды Калининг. Мы с ЦУКОМ обрабатывали информацию, документацию, вернее, по взводу ДПС, расстановка сил нарядов. Бушмаки сидели за компьютером с Калиником и составляли отчеты. После того, как Меньшаков зашел в кабинет Дорожной патрульной службы, я увидел его в руках телефон, который вам произвел съемку как сотрудников, так и документации, которые находились на столах. Я подошел к Меньшакову после этого, перегородив ему видеосъемку, чтобы он не снимал документы и предложил покинуть помещение, которое является служимым. Меньшаков не реагировал, начал кричать, ты кто такой, представься, покажи свое удостоверение. Я объяснил Меньшакову, что раз он обращается ко мне, я обязан представиться, только называв свои фамилии, отчества и должность. После этого неоднократно еще раз повторил ему, чтобы он покинул служебное помещение и не мешал сотрудникам работать, выполнять свои служебные обязанности. Меньшаков не реагировал, вел себя агрессивно, кричал, затем он вышел из кабинета и определил за ним дверь, чтобы сотрудники работали в спокойном складке. Так, еще одно заявление примите сейчас. Ужас какой-то, дел полиции. Угласно? Дурдом какой-то. Синской дверь. После этого Меньшаков, подойдя к двери ударом руки, открыл ее, продолжая снимать на видео со словами «Что вы тут делаете? Никакой работы у вас тут нету?» Зашел в кабинет. Я еще раз подошел к нему и предложил ему выйти из кабинета. После того, видя, как он не регирует на мои требования, я достал служебное удостоверение и обратился к нему для пресечения административного правонарушения, объяснив ему, что в его действиях я воспринимаю как неповиновение законному тренингу сотрудника полиции и воспрепятствование его законной деятельности. Здорово, удостоверение. Вы обращались ко мне? Да или нет? Позвину, да, я за ногой просто возьму. Вы обращались ко мне? Мужчина, вы мешаете мне поделать служебное удостоверение. Вы ко мне обращались? Ваши действия воспринимаются мной как воспрепятствия моей служебной деятельности. Какой деятельности? Вы ничего не делаете, сидите. Покиньте помещение. С чего ради? Я не к вам пришел. Если вы не покидаете помещение, я составлю на вас протокол по 19-3. Два протокола составляют. Мужчина, два протокола составляют. Вы мешаете мне выполнять мои служебные обязанности. Удостоверение ваше. Майор полиции. Вы мешаете мне выполнять мои служебные обязанности. Это майор полиции. Город Аса. Просьте даже как начальник ГАИ узнать своих обязанностей. Вы мешаете мне это служебные обязанности. Я уже слышал это удостоверение ваше. Сейчас я вам обращаюсь уже. Гражданин, вы мешаете мне выполнять мои служебные обязанности. Удостоверение ваше. 23-го года, правильно? Правильно прочитали? Сразу, почему нельзя было предъявить удостоверение? Я не обязан его предупреждать, предъявлять. Вы требования ко мне предъявляли выйти из кабинета? Я не предъявлял. Я предлагал вам выйти из кабинета и мешать. А за руку тогда зачем хватали? Мужчина, вы? Мельшаков также не реагировал, разговаривал грубо, кричал. После этого я сделал сообщение в дежурную часть для регистрации данного правонарушения. Все у вас, да? Она просто готова. Так, конечно. Кто вас видит? Когда вы были в кабинете, и где составлялись отчеты вот эти все, вы слышали разговор между Мельшаком, как вот он только пришел? Слышали или не слышали? Да, конечно, дверь была приоткрыта в кабинете. Через приоткрытую дверь услышали, да? То есть вид, как он общался, слышал, как он общался с Сергеевой. Слышали, как общался с Сергеевой. Дело в том, что там двери находятся на пальце друг друга, поэтому все что-то не слышали. Вы слышали, как Сергеева высказывала требования или просьбу, или еще что-то там относительно видеосъемки? Да, слышал. Она говорила, что я запрещаю вам видеосъемку. Он сказал, на каком установке ты запрещаешь мне снимать. На что она ответила, я запрещаю ее выкладывать в сети интернет. То есть она сделала уточнение. Допрещаю выкладывать в сети интернет. Да, в сети интернет. Это ее слова были. Вы, как руководитель, можете как-то сказать, насколько правомерны вот эти были средние запреты видеосъемки? Ну, полиция у нас ведет свое производство и деятельность гласно. Но есть какие-то рамки определенные. Если касается исполнения должностных обязанностей, то их съемка не запрещается же. Вы можете сказать, как правомерные эти сведения, что запрещаю вести видеосъемку? Вот разделим на два блока. Запрещаю вести видеосъемку, потом запрещаю выкладывать в интернет. Вот чем-то может быть там рекламентированное или еще что-то? У нас же есть кондиционер Российской Федерации, которая защищает права и свободы гражданина и человека. Во-первых, в студии предисвляется гражданин, а не имеет права на личную неприкосновенность. То есть вы считаете, что по Конституции каждый может потребовать запретить видеосъемку? Видеосъемку сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей мы не запрещаем. Не запрещаем. Да. Не запрещаем. Сотрудница акцентировала внимание на выкладывание данной записи в сеть интернет с комментариями, которые регулярно выкладывает гражданин Меньшаков. Акцентировала внимание на выкладывание этих видеоматериалов с сеть интернет. Точно так. Хорошо. Когда вы общались с гражданином Меньшаковым и потребовали покинуть кабинет, когда он зашел следом, Сергеева сказала, что она двери не закрывала, он зашел. Вы когда к нему подошли и высказали это требование, вы просто сказали покинуть кабинет или как-то это требование мое, или просьба? Нет, я сначала просил его покинуть кабинет. Просто просили покинуть кабинет? Да. Посчитывая, конечно, на реакцию гражданина в соответствии с обстановкой. Но однако, когда я понял, что цель Меньшакова вхождения в кабинет является провокация какая-то, неподготовка видеоматериала для последующего размещения в интернет, тогда я уже потребовал предъявить свое служебное удостоверение и разъяснить ему, что он нарушил и как я воспринимаю его действия. Временной промежуток какой был между, когда вы просили и потребовали? Временной какой-то было ли это все? Ну как это все, вляще все было действие? То есть тут же я его попросил, он два раза пытался выйти, потом руками резко открывал дверь толчком, обращался в наш адрес, грубо, к сотрудникам, продолжая съемку. Потом я уже увидел, что он не реагирует на меня, уже вышел с ним, как бы, ну, за ним пошел, он вышел и так же из кабинета, после чего в дверях, вот я ему подвинул служебное удостоверение, все, положено, разъяснил права и обязанности, что он нарушил. И уже видя, когда он не реагирует на мои, уже действия как сотрудника полиции, что я вырезал свои требования, огласил ему, после этого я уже пошел, позвонил в дежурную часть и сделал сообщение. То есть требования были неоднократные. 23-го года, правильно? Правильно прочитали? Вы прочитали? Сразу, почему нельзя было предъявить удостоверение? Я не обязанного предъявлять. Вы требования ко мне предъявляли выйти из кабинета? Я не предъявлял. Я предлагал вам выйти из кабинета и решать. А за руку тогда зачем хватали? Скажите, кто-то еще другой видя съемку вел, в том числе и сотрудников полиции? Съемка не проводилась у вас. Съемку вы не проводили? Нет. Вы видели выложенный материал Миншаковым, который приобщен к материалам дела? Сами видели его, наблюдали, смотрели это все? Нет. В протоколе указано, что ввелся я дерзко. Ваши рапорта еще мы не изучали, но что-то по поводу, будут вам задавать вопросы, я поэтому первый задам. Ввелся я дерзко. Что-то можете сказать по поводу лотоких доводов протокола? Замечание не реагировал, говорил в грубой форме, тыкал. Что подтверждается словами, ты кто такой? Что тут за майор у вас неадекватный, по-моему, такие слова прозвучали. Затем были крики в сторону Яцуга, капитана Яцуг. Что-то у вас майор неадекватный ходит, что-то такое. Оскорбление, нецензурная брань какая-то была? Я, все равно, парень не слышал. Зимовост. Помимо слов неадекватный майор, какие-то еще унижающие, какие-то были там слова или еще что-то, вы слышали? Ну, из-за этого пока все прислушаем. Хорошо. Вопрос у Меньшаков, пожалуйста. Когда я прибыл в ГАИ, и вы первый раз меня увидели, вы увидели меня как? Вопрос еще раз, поподробнее, я не понял, что это было. Подробно спрашиваю. Дверь в кабинет, в котором вы находились, и ввели секретную документацию, эта дверь была открыта? Она была приоткрыта. Насколько? Вам размер показать? Да. Достаточно было, чтобы я видел вас, и что приследило в следующей комнате, которая была в кабинет номер 6. Мог ли я войти в этот кабинет, не открывая ее? То есть, если вы протиснулись, то прошли вы. Скажите, в таком случае, если говорить, что протиснулся, какая же елена дверного проема-то? Я относился к материалам дела. К строителю, пожалуйста, обращайтесь. Я вам вопрос задал. Я отказываюсь, чем данный вопрос. Вы в этот проем легко проходите? Я отказываюсь, чем данный вопрос. Он не относится к этому. Павел Семенович, я вас еще раз попросил конкретику. Вот, тем не менее, Вячеслав Владимирович, правильно, да? Не ошибся? Да, точно. Вот он задал вопрос нормальный. Может быть, первый вопрос, ответьте, вы его видели. Каким образом? В полный рост, в полразмеры, застойка как-то, еще что-то. Вот был открытый дверь. Я видел, как он зашел в подразделение ГИБДД. Вы видели, как он зашел в подразделение ГИБДД? Да, да. Затем прошел за сотрудницей, которая прошла в кабинет номер 6 брать документы. И прошел в кабинет за сотрудницей. Да, за сотрудницей. Хотя я слышал, что она ему сказала, оставайтесь в фойе. Слышал. Пожалуйста, Павел Александрович, еще вопрос, который сейчас секретарь записывает в протокол. Чтобы определить, врет свидетель или нет, необходимо задавать один и тот же вопрос неоднократно в течение всего судебного заседания. И вот как на этот вопрос ответил Спирин в предыдущий раз в этом же судебном заседании. И посмотрим, как он ответит чуть позже. После чего в дверях я ему подъявил судебное удостоверение, все положено, разъяснил права и обязанности. Вы сказали, что после того, как вы предъявили мне удостоверение, вопрос, разъяснили ли мне права и обязанности? Какие права и обязанности вы мне разъяснили? Я сказал, что я разъяснил вам, что вы нарушили. То есть я вам сказал, что ваши действия я воспринимаю как воспрепятствия законной деятельности сотрудников полиции. Было такое? Действия какие? Ответ получен. Ваши действия воспринимаю как воспрепятствия законной деятельности сотрудника полиции. Вопрос еще, пожалуйста. Вы говорили о действиях, которые были до момента предъявления удостоверения или после? Я когда предъявил удостоверение, я обратился к вам и разъяснил, что вы сделали не так. То есть ваши действия, которые я считаю незаконными. До этого момента вы мне говорили, что вы мои действия расцениваете как незаконные? До этого я вас просил покинуть кабинет, рассчитывая на вашу благоразумие. Я не это спросил. Я ответил. Ответ есть. До этого просил покинуть кабинет. Я другой вопрос задал. Я спрашивал, говорил ли вы об ответственности? Вы спросили. Павел Александрович, вы спросили. До этого я... Как вы записали? Наталья Унина, вы написали как-то? Да. Ну давайте я другой вопрос подам, и потом у него выйдешь. До этого вы спросили. До этого какие права вы мне разъяснили? Так поможем? Да, да, да. Вопрос о правах. Какие права вы мне разъяснили? Я объясняю, я не права я разъяснил, я разъяснил, что вы нарушили. То есть в этот момент вы мне права не разъяснили? Нет. Я пресекал правонарушения. А до этого момента вы мне говорили о том, что мои действия образуют 19.3, по вашему мнению? До этого я вас просил покинуть, как я говорю, раньше рассчитывая на ваш благоразумие. До этого момента вы меня предупреждали о том, что будете расценивать мои действия как 19.3, если я что-то там не сделаю? Нет, конечно. Нет. То есть не предупреждали об этом? Почему я... Вы сказали, что я тыкал, говорю, что кто такой. Почему я это говорил? Я не знаю, кто вы такой. Почему вы так говорили? Вы сказали мои слова, что я, я, я говорил такие слова. Именно так. Почему это происходило? Вы меня спрашиваете? Да. За вашу словам, что вы сами ответите как-то. Я не знаю, что у вас там ответил. Ответ был, не знаю, почему так говорил. Я не знаю, почему так говорил. Гражданин Меньшаков. Вы применяли ко мне физическую силу? Физическая сила не применялась. Тогда в вашем рапорте указано, что взяли под локоть. Что это означает? Я положил вам руку на плечо, чтобы обозначить, что нужно покинуть кабинет. На плечо? Это на погон? Так получилось? Ну, плечо-то, знаете, не находится. Вот в этом месте. Это предплечье. На плечо или на предплечье вы положили? Не знаю, может, Анатолий выключает здесь? Плечо находится. Я прошу сделать замечание. Чего-то поясничек стоит. Хаил Александрович. Вопросы задавания коррекции. Это на теле Гоясинского района. Плечо – это место от ключицы до локтя. Так. На лунде. Так, ладно, уточняю. Ладно. Еще раз, вы держали меня как съемку, или как за плечо вы держали? Если за плечо, я просто положил вам руку на плечо. На плечо. Чтобы ограничить вашу съемку и, соответственно, ваш проход в кабинет дальше. А я именно проходил в этот момент дальше, когда вы меня… А вы пытались пройти в кабинет? Так. Я проходил или пытался? Вы прошли в кабинет, оплели в кабинете и пытались дальше пройти. Для чего? Я не знаю, для чего пытались дальше пройти. Ну, объясните. Я не знаю, для чего он пытался пройти дальше. А насколько далеко я прошел в кабинет? Он стоял. То есть, был в кабинете. Как обозначить это место? Ну, перед столом, конечно, тут. Перед каким столом? Письменным столом. Поясните, в какое расстояние было от двери до стола? Письменный стол, ну, может, метра полтора. От двери до стола? В дверях ты стоял. То есть, вот дверь идёт, дверь была распахнута, но вы стояли у двери. Я сначала руку вам положил на плечо, потом руку переложил на дверь, чтобы мешать вам пройти. Так было дело. Значит, все-таки я стоял не дальше, чем дверная ручка находится в кабинете. Раз вы держали рукой за дверь. Я же дверь держал. Да. То есть, я стоял, получается, в дверном проеме? Нет. Дверной проем находится у стены, я так понимаю. А вы стояли в кабинете. Так это было? Ну, не знаю. Вас слушаем. Кроме меня, в тот момент ещё кто-то заходил в кабинет? Кроме вас, два струнника были здесь. Потом, я уже не помню, я с вами стоял, разговаривал, как бы, может кто-то заходил, может кто-то не заходил. Я не могу ответить на вопрос. Не помню. Не помню. А Сергеева находилась в тот момент в кабинете? Она заходила в кабинет, но я не помню, в какой момент точно она заходила. А я зашёл перед ней или после нее? Это я не могу сказать. То есть, получается, я сам зашёл просто в кабинет? Да. А Сергеева в кабинете не было? Вы сами зашли в кабинет с видеокамерой. В вашем рапорте наказано, что я громко закричал. Да. Что я кричал? Не трогайте меня руками. Не трогайте меня руками. Ещё что? И обращались к яйцу Кву. Что это у вас тут? Недокватный майор делает. Так, ещё что? Ещё ложки это будет? Ну, пока хватит. Больше никаких слов не говорили? Пока нет. А потом? Не могу сказать. Я обращался к вам представиться. Требовал от вас представиться? Это было не как требование. Это был какой-то непонятный крик. Вы кто такой? Если сотрудник применяет ко мне физическую силу. И мой вопрос, ты кто такой? Альфовская сила применялась каким-то образом? Вы сами сказали, что вы рвали меня за предплечье. Я положил руку на плечо, чтобы ограничить ваше движение. Нет, что значит, вы руку положили на плечо? Положил руку. Гладили её и что делали? Зачем я гладить? Вы не в том возрасте. Цель какая была? На плечо руку не выжил. А ограничить ваше дальнейшее движение в кабинет. А я разве заходил в кабинет? Вы заходили в кабинет. Вы находились в кабинете. И перед ним положили движение туда. После того, как вы положили руку на плечо, я всё равно продолжал двигаться в кабинет? Для этого я и встал на вашем пути, чтобы ограничить ваше движение. И положил руку на плечо. И тем самым закрыв видеокамеру, которая снимала кабинет. И что я у вас спросил в этот момент, когда вы положили мне руку на плечо? У меня спросили? Да. Что-то просил Меньшаков у вас? А, ты кто такой предъявил удостоверение? О, удостоверение вспомнили, да? Я, значит, требовал у вас предъявить удостоверение? Переводим. Вы предъявили удостоверение? Позже предъявил, но в этот момент нет. В этот момент что вы мне ответили? Я вам не обязанного предъявлять. Ко мне обращаетесь вы. Так это было? В этот момент не предъявляем. Не обязан. Вы говорили, что отказываетесь предъявить удостоверение? Отказываю, да. Я сказал, что я отказываюсь от предъявления, потому что не обязанного предъявлять. Скажите, когда, по вашим словам, я вошел в кабинет, а вы преградили мне дорогу взять меня за руку, то есть оказав на меня... Положив вам руку на плечо. Давайте начнем. Положив мне руку на плечо, считаете ли вы, что вы таким образом обратились ко мне? Нет. Я предложил вам просто выйти из кабинета, рассчитывая опять же на вашу благоразумие косого ранее. Я не знаю, на что вы рассчитывали, но в данный момент вы, получается, ко мне не обращались. Я предложил вам покинуть кабинет. Ответьте, обращались вы ко мне или нет? Как посчитаете нужно. Я предложил вам покинуть кабинет служебный. Когда вы взяли меня за плечо, было ли это по вашим понятиям, что вы ко мне обращаетесь? Давайте по понятиям вопрос говорим. Вопрос снимается, Павел Александрович. Он записывается, вопрос запишет, когда вы предлагали выйти. Скажите, в таком... Мы сейчас подождите. Когда вы предлагали выйти... Так, дальше что у нас? Уже к вечеру-то будет. Когда вы предлагали выйти... Обращались вы тем самым ко мне. Вопрос этот снят. Когда вы предлагали выйти... вопрос этот снят. Вы сказали, что положили руку на плечо. Что это означает? Вопрос уже озвучился раньше. Нет, как? Обхватили его? Я положил вам руку на плечо. Сказал руку то, что я сказал. Покажите это на себе. Можете показать на себе? Здесь естественный эксперимент. Давайте его обозначим в соответствующем возле. Вы сказали, что потом Менчаков вышел. А после чего я вышел из кабинета? После такого, как я вам предложил выйти из кабинета еще раз, показал свое служебное удостоверение и разъяснил то, что вы нарушили. Получается служебное удостоверение? Получается служебное удостоверение вы предъявили в кабинете? Нет, выходи из кабинета тоже. Тогда как понимать ваши слова, что вы сказали, что предъявили мне его? Я вам предъявил служебное удостоверение и разъяснил, что вы нарушили. Объясните мне тогда в таком случае, когда я говорил, что какой-то не адвокатный майор, в данном случае, когда вы то одни показания даете, то другие. Я все-таки не ошибался, когда так описывал майор, который ко мне применил физическую силу, взяв меня за руку, за плечо. Это оскорбление? Конкретно в чем вопрос? Пожалуйста. Я прошу записать этот протокол, что обращаюсь к нему с этими словами. Ваша честь, сотрудник полиции. Вопрос еще, пожалуйста. Из ваших слов я понял, что вы применили ко мне, то есть вы меня взяли за или что прикоснулись, непонятно что сделали за плечо, но при этом ко мне не обращались. Я предложил вам выйти из кабинета и не мешая сотрудникам исполнять свою служебную обязанность. Замечательно, так значит обращались вы ко мне или нет? Вы как считаете, я обращался ко мне или нет? Я вам вопрос задал, не задавайте мне вопросов, отвечайте. Как посчитать нужно, так и считайте. Кто-либо из сотрудников полиции, находящихся там, в кабинете, запрещал мне вести видеосъемку? В кабинете нет, кроме меня. А вы запрещали мне вести видеосъемку? В кабинете? Да. В какой момент? Уже выходя из кабинета, я вам сказал. То есть, когда вы не реагировали на мои действия, я переградирую вам путь, чтобы вы не снимали документы и потом уже разъясним все вам, что нужно. Вы говорили мне о том, что вы запрещаете вести видеосъемку? Я сказал, что вы мешаете сотрудникам работать. Вы говорили мне, что вы запрещаете мне вести видеосъемку? Не помню сейчас уже. Не помню ответ, есть. На кабинете, в котором вы находились и где взяли меня за плечо, есть какая ли, на входной двери, есть ли там табличка, которая указывает на то, что в данном кабинете запрещена видеосъемка? Там написано кабинет ДПС, ДПС, то есть доступ ограничен граждан. Табличка, указывающая на то, что в кабинете запрещена видеосъемка есть? Таблички такой нет. Но это является служебным помещением. В кабинете таблички где-либо размещены о том, что в данном кабинете запрещена видеосъемка? Таблички нет, но в данном кабинете находится служебная документация, к которой ограничен доступ. Таблички нет. А в тот момент, когда вы ко мне обращались, или не обращались, как вы сказали, у вас был нагрудный знак? Нагрудный знак относится при выполнении обязанностей для хозяйственного порядка. Нет, не было знака. Он обязан-то быть. Далее. Вы называли свою фамилию, то есть я требовал у вас представиться. Вы называли свою фамилию? Я назвал свою фамилию, имя, звание. Кабинете? Должность. В кабинете. В вашем рапорте указано, что Меньшаков неоднократно на неоднократные замечания не реагировал. Какие замечания? Замечания выйти из кабинета, не мешая сотрудникам работать. От кого поступали замечания? От меня. Еще от кого? Пока от меня. Кроме вас кто-то еще делал замечания? Только я вам делал замечания. Только вы? Но также видеосъемку он запрещал Сергея Еврани. Но вы сами не запрещали? Видеосъемку нет. Я вам просто перегородил дорогу, чтобы не снимали документацию. Все понятно. О какой документации вы говорите? Документация. У вас не было патрульной службы. Где находилась документация? Документация на столах, вы к ней доступ не имеете. На каких столах проходила документация? На трех столах рабочих. На трех столах. При входе у вас в тот кабинет, насколько я понимаю, там два стола стоят. Правильно? Если дверь открыта. Если внимательно будет смотреть, то там три стола. Прямо я говорю? Или три там стола? В помещении три стола. А если прямо заходить, сколько стола? Там два стола. Два стола. На обоих этих столах лежали документы? Конечно. На каком столе я? Первый стол, который я стал фотографировать? Я вопрос не понимаю ваш. Ну вы же говорите, что я... Вы произвели видеосъемку кабинета и столов, на которых находилась служебная документация. А документацию я снимал какую-то? Конечно. Я думаю что она попала в основное действие ваше видео. Я спрашиваю Вас какую документацию я снимал? Как прос снимается – два документации. Как прос снимается – два документации. Дукулька. Таксессия. Правильно я вас понял, что на столах лежала документация, открытая для прочтения посторонними лицами, при этом и дверь в кабинет были открыты на стежке? Кабинет для служебного пользования. Граждане посторонние туда... Согласен. Просто из ваших слов следует, что стояли два стола, на них была раскрытая документация и любой желающий с расстояния, сколько там от двери до стола, полтора метра вы сказали, мог спокойно, даже не заходя в кабинет, это все фотографировать. Правильно я понял? Вы же снимали видео, с чем вы производили документации? Я пытаюсь понять, что у вас происходит. Как можно работать с документами, не открывая их? Можете найти другой способ, но я не знаю. Замечательно. Эти документы секретные? Не секретные. Они для служебного пользования, я еще раз говорю. Ну, гражданин, простому граждану... Досток граждан к ним ограничен. Ограничен, да. Но, исходя из ваших слов, эти документы лежали на столах? Вас в кабинет не приглашали, съемку вам там не разрешали. Документы лежали на столах, вы сказали? Конечно, с ними работали. Дверь была открыта в кабинет, Настя. Дверь была приоткрыта. Насколько сильно приоткрыта? Приоткрыта дверь туда была. Так что я мог бы не протиснуться, правильно? Протиснуться могли бы, да. Да, протиснуться. Скажите, до того момента, как вы предъявились... А, кстати, почему вообще удостоверение в кабинете не предъявляли, а предъявили его только в коридоре? Потому что я ко мне не обращался. В кабинете вы ко мне не обращались. Вы же знаете статью пятую? Да. В кабинете вы ко мне не обращались. Я вам предлагал просто покинуть кабинет, чтобы не мешать работать. Замечательно. Спасибо, что сказали об этом. Еще. Статью пятую от вас я требовал выполнить. Статью пятую? Вы ходили по коридору и кричали. Какая статья? Пятая или глава пятая? Вот это я помню. Ну, мы сейчас дадим до этого. Я требовал от вас исполнить статью пятую законополиции, когда вы меня... Что? Я не помню, как вы сказали, за руку что-то делали. Статью пятую в это время? Да. По-моему, это было позже. Это какой-то пройдет вы идете? В кабинете, когда вы меня за руку там делали. Это когда вы кричали, кто вы такой? Да, да, да. Я требовал от вас исполнить статью пятую законополиции. То тут предъяви удостоверение ваши entendu. А статью пятую я просил вас... Статью пятую вы говорили позже в коридоре уже. Ну, а в кабинете я не говорил об этом этом? А в кабинете нет. В кабинете нет. Так, получается, тогда в кабинете вы мне не говорили, что я отказываюсь исполнять статью пятую законополиции. Законная полиция. Покиньте кабинет. Удостерение предъяви. Я не обязан вам предоставить. Я не к тебе пришел. Покиньте кабинет. Удостерение. Кабинет покинь. Обращаешься ко мне? Я к вам не обращаюсь. Отказываешься предъявить удостерение? Я отказываюсь призвить. Статью пятую. Отказываешься исполнить? Отказываюсь. Вопрос еще раз. Получается, что в кабинете вы мне слова об отказе исполнить пятую статю. Этот вопрос был раньше, я на него ответил. Протоколь он записан. Скажите, я, исходя из ваших слов, я понял, что видеозапись в отделе полиции не была запрещена. В отделе полиции? Ну, не в отделе полиции, а в ГИБДД, где я находился. В каких помещениях видеозаписи? Вы находились в помещении служебном, где была запрещена видеозапись. До этого вы говорили, что в кабинете, в который я входил, не было ни табличек на дверях, ни в самом кабинете. Но там находится документация, в которой привлечен доступ граждан. Хорошо. Для этого вас предупреждали, что видеозапись запрещена. Кто предупредил? У вас предупредила Сергеева, что видеозапись запрещена. Если вы не реагировали, я прекратил путь, чтобы не снимали видеокамеры. И предложил выйти из служебного помещения. Это было так. Скажите, а какая-то ответственность предусмотрена за то, что я проводил видеосъемку? Видеосъемку? Да. Уже говорите, я видеосъемку делал. За распространение секретной информации или для служебного пользования. То есть, если я, войдя в ГИБДД, через открытую дверь снимаю секретную документацию, разложенную на столах, то есть, получается, я что-то нарушаю? Получается, нарушаю действие, вы снимаете для распространения следующего. А в таком случае сотрудники ГИБДД ничего не нарушают, когда они раскладывают на столах секретную документацию, и это доступно любому? Дело в том, что я воспрепятствовал вашей съемке. Если бы у вас не было. Я думаю, что сотрудники, когда дали себе свернуть эту документацию. Вы ко мне какие-либо требования предъявляли? Предъявлял требования прекратить противоправные действия. Какие? И не мешать сотрудникам полиции исполняться ей служебной обязанности. Какие требования? Я вам только что озвучил. Какие противоправные требования мной были совершены? Вы вас не препятствовали законной деятельности сотрудников полиции своими действиями. Прижали им работать. Кому? Все, подразделение вам причисли. Кому я вас препятствовал конкретно? В кабинете находились капитан полиции Яйцу, который исполнялся ей служебной обязанности и готовил экипажи к смене. Дальше находились сотрудники Бушмакин и Калиник, которые готовили отчеты. То есть, они занимались им непосредственными обязанностями. Вы этому препятствовали своим действиям. Вот смотрите, из того, что вы сейчас сказали, что Яйцук, Бушмакин, Калиник, я уж не буду повторять, чем они занимались. Получается, информация, которую вы сейчас рассказали мне и слушателям в зале, она не является секретом? Является документ секретом, а не информацией. Понятно. Вот эти вот Яйцук, Бушмакин и Калиник, они требовали от меня что-то? Какие требования к ним привезли? Все требования, высказывал я вам. И все просьбы, высказывал я. Они в моем присутствии, они говорили вам, что ой, остановите его, он ведет видеосъемку. Зачем? Я в начале подразделения сам решаю, что нужно ой или не ой сказать. Не обращались они к вам. Они к вам не обращались. И ко мне не обращались. К вам не обращались. Я, как начальник подразделения, решил сделать это самостоятельно. Яцук, скажите, он за столом находился? Конечно. У него какие-то документы были перед ним на столе? Конечно, были. Так, требования вы, получается, ко мне предъявляли только противоправные действия. Какие-то мои. Но сами противоправные действия вы не называете. Давайте бесполучается вопрос. Вопрос еще записан. Вопрос звучит 3-й, 3-й, 4-й. Какие противоправные действия я совершил в Вашем кабинете? Я вам все это озвучил по поведению служебного строения. Я сказал вам... Стоп. В кабинете какие противоправные действия... Вопрос был уже озвучен, я на него ответил. Нет. Я на него ответил. Нет. Вопрос не снят судом? Отвечайте. Какие противоправные действия я совершил в Вашем кабинете? Вы произведите видеосъемку служебной документации в кабинете. Вы сказали, что съемка не запрещена в кабинете. Я этого не говорил. В кабинете находится документация, которую нельзя снимать. И не подлежит распространению посторонним лицам без знакомения с ним. Значит, единственная претензия ко мне, это то, что я ввел видеосъемку. Видеосъемку документации, которая не подлежит распространению. Доказательства есть у Вас? У нас есть доказательства. Того, что я ввел видеосъемку? Документации. Какая документация была снята? Вопрос нет. Исполняйте. Так, кроме требований, еще что-то в мой адрес высказывали? Я все вроде... Кроме требований прекратить видеосъемку, еще что-то? Были претензии у Вас? Претензии были по Вашему поведению, которое я Вам озвучил и назвал. Когда предъявил мустроение, я не говорил, почему не правда. Приказов каких-либо в отношении меня выносили? Выносились приказы? Какие приказы? Были требования прекратить? Может быть, распоряжения какие-то в отношении меня выносили? Распоряжения я не выдавал. Тоже не выносил. Только требованные. Скажите, после того, как Вы определили удостоверение, Вы звонили... То есть Вы сказали мне, что в случае, если Вы будете продолжать... То есть, говорили ли Вы такие слова, что показать мне удостоверение, что если я буду мешать сотрудникам полиции, то Вы привлечете меня по статье 19.3? Было такое? Этого не было. Я разъяснил Вам, что Ваши действия я, воспринимая как воспрепятственные законы действия сотрудников полиции, и Вы переключены к ответственности. Вы меня не слушали. Продолжали перебираться со мной, грубить. Видя, что Вы не реагируете на мои неоднократные требования, я пошел, позвонил в дежурную часть. А что означает перепираться с Вами? О чем перепирания были? Расговали грубо со мной. О чем? О том, что я ничего не нарушаю, что я Вам обязан, что Вы ничего не делаете. Это мои слова были? Ну, скорее всего, ваши. Я-то что-то делал с Вами, да. Я в коридоре требовал от Вас предъявить свое удостоверение? Я Вам сам его предъявил, потому что Ваши действия уже были незаконными. Я сам Вам предъявил удостоверение, огласил свою фамилию, отчество, звание, и изложил Вам мои требования. А где это в коридоре происходило? Это было в коридоре. Около кабинетов, из которого Вы вышли только что. Я от Вас удостоверение не требовал, получается. Удостоверение не требует там. Там я уже сам удостоверение обращаюсь к Вам. Покиньте кабинет. Удостоверение предъяви. Я не обязан вам предоставить. Я не к тебе пришел. Покиньте кабинет. Удостоверение. Кабинет покинь. Обращаешься ты ко мне? Я к Вам не обращаюсь. Отказываешься предъявить удостоверение? Я отказываюсь предъявить. Статью пятую. Отказываешься исполнить? Отказываюсь. Чтобы пресечь правонарушения. Просил ли я Вас, то есть обращаться ли я к вам со словами мне необходимо установить кто ко мне применил физическую силу не помню и после этого требовал от вас предъявить ваше удостоверение вы ходили и спрашивали статью или главу 5 что-то по коридору я требовал у вас предъявить в коридоре так и подведу как бы своему вопросу то есть требований ко мне вы не предъявляли распоряжение не принявлены не выносили в отношении меня приказов тоже не было и ко мне не обращали то что вы его сети у вас и правил поику скажи правильно да неправильно нет никого не задавали вопрос записали присаживаться пожалуйста представители большая я игорь и большая фигур чисто есть я суть как то бы опять же салаясь на протокол хочу сразу прояснить водили полиция фото видеосъемка запрещена в отделе полиции на мы делали расплатываем или дел полиции но ваш отдел находится поделит полиции на структурное подразвление на ящего в одолётом здании не было конечно не будет хорошо в вашем отдельном здании и бдд видеосъемка фото или я съемка не запрещена конечно не запрещена у нас ведется приемка граждан поэтому все граждане могут знакомиться с информационными материалами имеются помещения в которых доступ граждан не ограничен уважаемые участники я задавал этот вопрос пожалуйста давайте я вот просто не хочу уже вас как-то хорошо давайте задавали этот вопрос ответ получим 10 раз какие кабинеты заходил мишаков павел александрович кабинет номер 6 это административная практика где находится материал административного правонарушения совершенных гражданами а также кабинет кабинет дпс коми развода где находится документация связанная с деятельностью дорожных патронных служб визуально какие вывески есть на данных кабинет название кабинетов запрещающие таблички указания есть на теперь кабинет табличек не забивался и снимается как визуальные посетитель может понять где можно произвести видеозапись а где нельзя дело в том что кабинет дпс оборудован окном приема граждан которые находятся сбоку и что это означает то значит прием граждан где-то через окно табличек никаких ограничивающих фото и видеозапись на именование кабинета бочек таблички кроме того гражданин мишакова было приняло место дачи объяснений 5 пожалуйста вы то лично запрещали фото и видео и съемку меньше я съемку не запрещал но я встал перед гражданин мишакова чтобы съемка не производилась вы лично фото и видеосъемку не запрещали запрещал фото и видеосъемками вы знакомы с протоколом вести на правонарушение не знакомился не знакомились вы не знаете к лис пяти на части что меняется не шаг попал сегодня оглашал судами кстати начать то есть первая часть идет видеосъемка вторая идет не повинен закон древнюю я хотел просто поесть удачи для себя что значит распрепятствовать то что он подходил задавал вопросы кому-то из ваших колес своими действиями граждане мишаков мешал мешал сотрудникам гибриды исполнять свои кемы и служебные обязанности это достаточно каким образом тем что зашел в кабинет производил видеосъемку мешал работы сотрудниками своими действиями он подходил всем направленном столу производил видео сел но я помешал потому что у него там подходила и не подходи он пытался подойти к стану пытался пытался подойти к столу. Как вы это ходите? Потому что шел целенаправлено к столу. В каком столу? Там три стола. Первый стол, который стоял перед ним. А кто находился за ним? За ним никого не было. Был пустой стол? Пустой стол, конечно. Документация была? Документация была на столе, да. Скажите, пожалуйста, вы лично усматривали в действиях Мишакова Павла Александровича состав административного правонарушения по части 1 статьи 19-3? Да. Я об этом ему объявил. Почему вы лично не составили в отношении Мишакова протокол по... Дело в том, что я не могу ставить протокол по данной статье. Стронники ДПС могут составлять протокол по части 1 статьи 19-3? Доставить в отдел, внутренний отдел, потому что данная статья подразумевает арест. Протокол сотрудники ДПС? ДПС по этой статье не составляют. По части 1 статьи 19-3 сотрудники ДПС не имеют права не составляют. Не составляют? Нет. Посмотрите, в кодексе там четко прописано, какие статьи рассматривают сотрудники ДПС. Скажите, пожалуйста, ранее вы знакомы были с Мишакова Павла Александровича? Конечно. Можете посетить при каких хозяйствах? Ну, был на рассмотрение несколько раз, постоянно обращаются с жалобами, непонятными заявлениями, обращениями на действия сотрудников полиции. Вы лично на него какой-то административный материал составляли? Лично нет. А какие жалобы поступали? В отношении вас жалобы поступали? Я думал, что это не метод к отношению делу. В отношении вас Мишаков подавал жалобы? Неоднократно. Неоднократно. Скажите, пожалуйста, а в этот день, как вы говорили, что Мишаков... А Мишаков делал обращение по поводу ваших действий к кому-либо? Вот именно в этот день при тех обстоятельствах? Он кричал, я говорю, что он кричал Исуку, какой-то недопадный Майор тут, применять ему физическую силу там. Помнимает? Трогает меня, или что там такое было? Я бы не помню. По имени Исука, к кому-то еще обращался вам? Ну, при мне нет. Вам известно, что по данному факту Мишакову было подано заявление на вас, следственное комитет, о превращении ваших полновочек? Ну, пока я тебя ничего не знаю, меня не вызывали. Не вызывали. Скажите, пожалуйста, так же, по-моему, вопрос звучал, но я не помню на него ответ. В протоколе указано ввел себя дерзко. Судья задавал этот вопрос, я ответил на это. Ответ уже. На ты, да? Называл на вас на ты, правильно? Да, да. Я ответил на данный вопрос. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ранее Мишаков посещал данный отдел ДПС? Посещал. Он произвел видеосъемку? Регулярно произвел. В отношении его возбуждались какие-то материалы, ну, не какие-то, а материал по части 11-19-3? Там не было нарушений у него. Съемка производилась без проблем. То есть, он был на рассмотрении, произвел видеосъемку. Был в ФАЕК и там произвел видеосъемку. Скажите, пожалуйста, вы еще вот сказали, что он зашел в кабинет ДПС, прям до стола записал. А вход в кабинет ДПС тот запрещен? Там находится документация, это кабинет для служебного пользования. Но вход туда запрещен? Там написано кабинет ДПС. Я слышал, вход туда запрещен или нет? Вход туда не запрещен, но по приглашению. Никто гражданина Миша туда не приглашал. Никаких действий там с ним произвести не должны быть. А чем вы руководствуете, когда вы говорите, что там вход запрещен? Есть какой-то внутренний документ? Почему? Есть документация, которая хранится в этом кабинете и находилась вот в метна стола, в которой сотрудники работали с документацией. Я правильно понял, что вы как руководитель решили, что в этот кабинет вход запрещен? Там запрещена видеосъемка и посторонние люди там не должны находиться. На основании чего? На основании 186 приказа ДСП находится документация. Я не обязан отвечать на этот пункт, я его назвал на обретение. В соответствии с этим приказом вы ограничиваете доступ именно в этот кабинет? К документации. Документация, находящаяся в этом кабинете. Но документация у вас находится в этом доступе, поэтому вход у нас запрещен или нет? Я уже на этот вопрос видел, документация ответилась на столах на первом, втором и третьем. Если внимательно слушать. Вопрос из-за того, как Меньшаков стал производить ваши слова в видеосъемку, сотрудники вашей коллеги, ваши подчиненные убрали документы со стола? Я перегородил путь Меньшакову, чтобы видеосъемку он не производил, что в принципе на столах. То есть вы заслонили, а я объяснял уже с тобой, что я заслонил своим телом видеокамеру Меньшаков, что видеосъемку не производилось. А это был момент, когда вы его под руку взяли? Или будто другой был момент? А это уже и говорил, что как я его взял и куда взял. Я просто, вы касались Меньшакову? Да, я положу. Вы это сделали одновременно, когда вы заслонили объективом свои грудь объективы? Я стал сразу перегородив ему путь. Чтобы он не прошел дальше, чтобы видеосъемка не охватывала документ, который лежит на столах. Я не знаю. Понятно. Все, спасибо. Нет вопросов. Вы защитите вопрос, пожалуйста. Я попросил его быстрее. Конечно. Вопрос. Вячеслав Владимирович, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот, чисто по-человечески, когда Павел Александрович зашел в кабинет и вы пытались физически приградить ему путь, взяли там за плечо. Ну, не важно. Взяли его за плечо. До этого момента он... Положив руку на плечо. Ну, положили руку на плечо. Взять и положить право на вещи. Вступили в физический контакт. Затронули его. До этого момента он совершал хоть какие-то противоправные действия, которые помогли... Конечно. Он произвел видеосъемку. Зашел в кабинет без приглашения, произвел видеосъемку. Хорошо. Вот. Хорошо. Я вас понял. То есть, вы считаете, что это было противоправное действие? Да. Я привел ему путь и объяснил, что ему нужно покинуть. Простой вопрос, Вячеслав Владимирович. Вы понимали, что человек идет за сотрудником. За сотрудником. За Юлия Александровна. Я слышал, как Юлия Александровна сказала ему, подождите меня в коридоре. Как зашел гражданин Меньшаков в кабинет? На видеозаписи такого нет. И она просто шла. На видеозаписи явно любят. Она синсокотически, потому что господин Меньшаков имеет свойство делать. Простите, она абсолютно чистая. И там действительно она... Ладно, хорошо. Мы предположим, что Юлия Александровна пригласила человека в кабинет. Вы этого не слышали. Какие у вас обязанности по отношению к гражданину, к другим сотрудникам, к себе лично предотвратить? Проникновение человека в кабинет. Скрыть секретные документы. Не секретные, не служебного пользования. Документы для служебного пользования предназначенные. Я прекрасно понимаю разницу. Как вы должны были поступить по закону, чтобы сделать это законно? Я задам несколько вопросов. Обязаны ли вы были ему представиться? Вступить в какие-то взаимоотношения или достаточно вам просто его там схватить за руку и положить руку на плечо? Моя задача была предотвратить утечку информации, которая находилась на столах. Понимаю. Поэтому мой действие должно было преградить утечку данной информации. Так я полагаю? Да я полагаю, конечно. Раз вы полагаете, я тоже полагаю. У меня простой вопрос. Как законно вы могли это сделать? То есть, правильно ли я понимаю, что вы должны были представиться и предъявить удостоверение? Филипп Валерьевич, пожалуйста, по делу. То есть, должны ли вы были представиться и предъявить удостоверение? У меня простой вопрос. Вы должны были исполнять законно полиции? Я представился гражданину Мишакову. Тем более гражданин Мишаков знает меня. Вы назвали имя, отчество, фамильную, должность и звание? Да. Верно. Вы предъявили ему удостоверение, подтверждающие? Нет. Потому что я обращался к имени гражданин Мишаков. Законно полиции предусматривает это? Законно полиции говорит, при обращении гражданина к сотруднику полиции, сотрудник полиции называет фамилию, имя отчество, звание, должность. Но обратились? При обращении сотрудника полиции к гражданину, когда я обратился уже к нему позже, я предъявил свое удостоверение, назвался опять ему. Сколько времени прошло между требованием гражданина предъявить удостоверение? Считаете ли вы требование предъявить удостоверение законным в данной ситуации? Да, да я не обязан будем предъявлять, потому что гражданин Мишаков обращался ко мне. Но требование считаете законным? Требование имело место быть, но исполнять его не обязан, согласно статье пятой. Хорошо, у меня простой вопрос. Вы считаете это требование законным? Требование гражданина? Давайте начнем с того, что все, что написано в законе о полиции считается законным. Хорошо, еще раз. Я прошу прощения, но я повторяю. Я просто не понимаю вопрос. Считаете ли вы законным требование при данных обстоятельствах, в данных условиях, требование Плавла Александровича предъявить удостоверение? Считаете вы законным? Да, нет. Требование могло прозвучать, но оно не обязательно к выполнению. Понятно. А вы его считаете законным? Я ничего не могу понять, что вы от меня ходите. Считаете ли вы законным требованием? Считайте закон о полиции статью пятую. Там все четко написано. Я понимаю. А вы его считаете законным? Уважаемый суд, я не знаю, что меня спрашивают просто. Филипп Валерьевич, ответ получен. Читайте статью пятую. Мы это записали в протоколе. Следующий вопрос. Человек засчитает законным? Вопрос еще, пожалуйста. Есть вопросы еще раз? Это обещает протокол. Хорошо, но все-таки объясните мне. Вы по какой причине не исполнили законно требования гражданина в свое время? Вопрос по существу. И сколько времени прошло между требованиями... Это вопрос был в начале нашего заседания. Я его сдавал обещание Мишаков. Нет, неверно. Сколько времени прошло с момента, когда он вышел из кабинета и когда я отливил ему удостоверение? Вы не ответили на этот вопрос? Я сказал, не могу сказать, что время прошло. Вы можете оценить это время? То есть вы своевременно незамедлительно предъявили удостоверение? Вопрос еще, пожалуйста. Я вас понимаю. Защитите. Вопрос. То есть, своевременно вы предъявили удостоверение, как требует то закон? Когда потребовало... Или прошло более десяти минут? После того, как закон потребовал от меня предъявить удостоверение, я его предъявил. Обращаясь к гражданину и назвал свои требования. Вы предъявили его немедленно или по прошествии десяти минут? Вот такой вопрос. Я не знаю, сколько времени прошло. Хорошо, спасибо вам. Я вас понимаю. Последний вопрос. В коридоре, когда вы пояснили перед расставанием в пять часов вечера, вы пояснили гражданину Меньшакову, что вы не предъявляли ему ранее никаких требований. После этого, вы пообещали составить протокол по 19-3, если он будет препятствовать работе сотрудников полиции. Вопрос, исходя из этого. Как вы догадались, что он совершит именно это административное происшествие? Исходя из действующих семей шагов и из его действий. То есть, вы предположили, что он обязательно нарушит именно эту статью? Почему? Может быть, и другую нарушил бы. Но вы-то утверждали, что вы предупредили его, что вы сами сказали, что я составлю протокол по 19-3. Как вы догадались, что он будет совершать именно это? Вопрос снимается. Вопрос снимается. Читание статью 19-3. Человек же как-то предположил, что этот договор будет составлен. Вы меня, Филипп Валерьевич, послушайте. Это он не говорил. Он не говорил, что он составит протокол. Это он не обозревает. Мы не обозревали. Мы не обозревали. Мы не обозревали. То есть, вы не можете пояснить, откуда в видеозаписи есть, в вашей речи есть такая фраза. Если вы не будете, если вы будете мешать сотрудникам, я составлю на вас протокол 19-3. Патологически можно даже подумать, если человек не выполняет требования какие-либо, то на него составляется. Он может совершить иное любое преступление. Там целое... Нет. Если человек не выполняет требования сотрудника полиции, состав образует... 19-3. Так ведь? Постойте. Вы предположили, что он совершит именно это преступление? Я предположил, что есть силы, вот, продолжать свои действия. Как говорили, у нас какую-то... Мне просто хотелось бы знать, каким образом вы догадались. Все? У меня нет вопросов. Спасибо. Присаживайтесь. Продолжение следует...